В прошлом выпуске мы рассказывали о внушительном экспорте российского вооружения на 15 миллиардов долларов в прошлом году. Однако по свежим данным экспорт российского продовольствия обогнал оружие. Он вырос на 14% и превысил 19 миллиардов долларов. При этом экспорт мяса вырос сразу на 30% и всё это на фоне упавшего уровня импорта. Возвращаясь же к продукции оборонного комплекса, дополнительно отметим успехи концерна «Калашин», который по итогам года впервые за 7 лет вышел на чистую прибыль, увеличив выручку на 28%, нарастив производство стрелкового оружия в два раза и количество работников на 14%. Как ни странно, этому поспособствовали санкции. Не только потому, что стали косвенной причиной ослабления рубля, но и потому, что американцы спешили скупить как можно больше российского оружия, пока оно не исчезло с прилавков из-за санкций. Что же касается многочисленных попыток копировать легендарный автомат, то они нередко оборачиваются вот так. Вероятно, по схожим мотивам наши западные партнёры продолжают использовать российские ракеты-носители для вывода своих спутников на орбиту. Так, первый в этом году запуск состоялся с космодрома Байконур. Ракета-носитель «Протон-М» вывела на целевую орбиту очередной британский спутник связи. На неделе в стране были открыты. В Тверской области. Крупнейшее в России производство коллагенового порошка, которое заменит 50% импорта. Комплекс по обработке зерна в Тульской области. Новый тепличный комплекс в Белгороде и новый тепличный комплекс в Хмао. Новый молочный завод в Уфе. Новый завод по производству сухих строительных смесей в Московской области. Завод по производству пенополистирола в Магадане. Завод по производству бытовой химии в Ленинградской области. Лифтовый завод в Новосибирске. И ещё немного итогов от загибающейся российской промышленности. Магнитогорский металлургический комбинат достиг наивысших показателей по выпуску чугуна со времён СССР. На этом же комбинате «Стан-2000» побил собственный рекорд по производству горячего проката. И ещё один рекорд с «Магнитки» – около 3 млн тонн металлопродукции для трубной отрасли, тоже впервые со времён СССР. Причём на треть выросла доля поставок продукции на внутренний рынок. Не отстаёт и Оскольский электрометаллургический комбинат, выдавший в прошлом году рекордные 3 млн 365 тыс. тонн высококачественной стали. Но есть достижения и поважнее – в России в прошлом году впервые в истории родилось почти 2 млн младенцев, а общий прирост населения составил 33 тыс. человек. Прирост, напомним, фиксируется второй год подряд. Что несколько ломает планы многочисленных международных организаций и экспертов, которые десятилетия назад прогнозировали на сегодня вымирание России. Опять эти русские всё напутали. Неделя была замечательной, пусть и наступающая станет для вас результативной. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу официальную группу в сети ВКонтакте.